Вот этот первый рельс, он сейчас будет как бритва работать. Он будет срезать всё. А второй рельс будет устранять шероховатости. Технологию выравнивания поля Николай Романов, тренер по хоккею с 40-летним стажем, придумал сам. Смеётся. Вот где пригодилась служба на флоте и умение вязать узлы. За свою жизнь мужчина закатал в лёд тысячи квадратных километров, в том числе и на Олимпике. И уже давно знает в этом толк. Заливать начинать надо, когда температура 9, 10, 11 градусов ночью. И второе, иметь терпение, что заливать нужно набрызгом, мелкими слоями. Потому что если вы нальёте большой слой, и он не промёрзнет, когда вы нальёте второй слой, получится водойная подушка. Когда застынет, там образуется пузырь, и потом вы будете ходить и пузырить, и хлопать. Своим опытом не только в игре в хоккей, но и по заливке площадки тренер всегда готов поделиться с ребятнёй, живущей в микрорайоне. А они готовы помогать. Сами взялись за лом и лопаты, чтобы ускорить процесс и быстрее встать на коньки. Очень нужна коробка, правда. Два года уже не играл в хоккей. Уезжал в Крым и, получается, не катался там. Ну и просто в хоккей хочется поиграть сильно. А одним из первых уже залитых катков в Благовещенске стала крытая площадка в спорткомплексе «Юность». За неделю здесь наморозили 10-сантиметровую подушку из льда. Теперь покрытие осталось только выровнять. И на это уйдёт ещё неделя. Благодаря ясной и морозной погоде, установившейся в городе, каток на «Юности» откроется на неделю раньше запланированного. 19 числа мы уже готовы произвести открытие катка для всех желающих, любителей этого вида зимнего спорта. Поэтому приглашаем 19 числа с 12 часов. И каждую субботу, воскресенье плюс праздничные дни мы, в принципе, будем вас ждать на нашей площадке. Всего же в этом году для Благовещенцев планируют залить 60 катков на стадионах, школах, во дворах и, конечно же, на главной площади столицы Преамурья. Кристина Добровольская, Андрей Белый. Программа «Город».